Привет, ребята! Вы на канале Домашние Питомцы, и, наконец-то, это первый раз, когда Лейс на кукурузном наполнителе! Да, это первый раз. Вот я сейчас у него убралась в клетке, и сейчас я его посадила на кукурузный наполнитель. Он немножко в шоке, и, по-моему, он думает, что это корм, что это еда, и он отсюда вынимает, короче, кукурузинки, вот, с этого наполнителя. И ищет кукурузинки. Да, Лейс? Кстати, у него новый туалет, я, по-моему, вам не показывала. Вот такой угловой туалет. Он исправно в него ходит, я этому очень рада. Там у него домик, салфетки, чтобы ему было как-то помягче, а то кукуруза, она все-таки это гранулят, он довольно-таки... Ну, не могу сказать, что прям жесткий, но все равно как бы, ну, гранулированный, средней фракции, вот. Поэтому как-то так. Лейс пока ищет кукурузинки. Там его салфетки из домика. Я никогда не выбрасываю салфетки из гнезда. Я эти салфетки кладу обратно в домик, чтобы он не сильно стрессовал после уборки. Таким образом, Лейс у меня сильно не стрессует. Смотрю, я ему и наполнитель очень даже понравился. Он сейчас кушает, выбирает оттуда кукурузу. Сирийским хомякам кукурузу можно, к тому же здесь кукурузы очень мало. Такие вот прям именно кукурузинки здесь порой попадаются, вот. Ну, их тут немного таких попадается, и Лейс, по-моему, не совсем понимает, что это наполнитель. По-моему, он думает, что это просто еда, и он просто ходит по еде на кукурузном поле, да, Лейс? Лейс, ты на кукурузном поле, полные щеки. Миски у него нет, потому что миску я клала сюда, он был в переноске. Когда я убираюсь, я всегда его кладу в переноску, и там у него были салфетки, его из гнезда, но я их убрала в домик. Сейчас я миску помою, и еще поставлю ему мисочку с едой. Лейс, как тебе? Как тебе, малыш? Как тебе? Я надеюсь, ты не будешь больше, не будет тебя больше запутываться в шерсти. Просто, не знаю, надеюсь, ему понравится. Я переживаю по поводу того, что она довольно такая крупная фракция. Ну, как, не крупная, средняя фракция это считается, но все равно... Но вроде как ему не больно ходить, вроде как не больно, поэтому думаю, что все должно быть хорошо. Если я увижу, что ему будет больно ходить, то, конечно же, я что-нибудь буду думать и придумывать. Просто на опилках у него, эти опилки запутываются в его шубке, потому что он у меня длинношерстный. И с полными щеками сидит он там. Полные щеки набрал. Лейс, ты не лопнешь? Ты не лопнешь у меня? Полные щеки еды. Оп, там твое гнездышко. Ладно, ребят, я пойду помою миску и верну ему миску и покажу вам уже, как выглядит клетка с миской. Что ты там копаешь? Закапывает домик. Домик закапывает. Ну все, ребят, помыла я мисочку, вернула ему мисочку. Вот так вот, с кормом. Чтобы он не сильно переживал. Кстати, вон там в корме, я вижу, тоже кукурузинка лежит. Так что сейчас будет собирать наш малыш. Ну, в общем, он, в принципе, не особо стрессует. Нормально себя чувствует. В общем-то, надеюсь... Ну да, походу он не особо стрессует. Ну, потому что я здесь оставила его запах. Здесь у него в домике салфетки из гнезда. Вот, так что... К тому же мне кажется, что он не раз протерся об колесо. Колесо я не мою. Так что тут, в принципе, че ему тут паниковать и нервничать. Вон он обгрызушку уже, вон, обгладывает. Да, обгладывал уже почти. Буду ждать, когда он ее полностью обгладает. Тогда, наверное, заменю ему на новую погрызушку. В общем, Лейс от нас отвернулся. Чувствует себя, в принципе, хорошо. Сейчас он активно набирает щеки. И, скорее всего, за колесом будет все это добро складывать. Ну, в общем, такое у нас получилось видео. Подписывайтесь на мой канал. Любите животных. Вот такие вот перестановочки в клетке. В общем, всем пока. До новых видео. Приятного аппетита, Лейс. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok